Всем привет! Это снова Лёфер и немного китайских приманок. Продолжая готовиться к следующему спиннинговому сезону, потихонечку приезжают посылки. Давайте откроем одну из них и посмотрим, что внутри. Здесь разные. Никогда такие приманки не использовал, даже в коробке у меня их нет, но ролики и опыт коллег, которые успешно ловят на них, например, Константин Андропов или Кирилл Светолов, только подогрели во мне желание познакомиться поближе с этими приманками, поэтому заказал себе пару моделей. Давайте рассмотрим, что именно ко мне приехало. Первая модель выглядит вот так. Имеет параметры 90 мм рост, 20 г вес, с погремушкой. Крючки довольно острые, вот прям сразу зацепляются за лапу мне. Вот именно эти ратлины, я думаю, пользуются на удочке своей до 21 г. Как раз это верхний её предел. На подтяжках должно работать именно анимация удилищем, не катушкой. Хотя, возможно, проведение его как джигом, то есть ступенькой. Что можно сказать по качеству данных воблеров? Претензий у меня, соответственно, нет никаких. Покрашено крючки, кольца, погремушка. Ну, вот придраться абсолютно ни к чему. Единственное, что не могу сказать, чья именно это копия. Судя по вот этому плавнику, что-то похожее у Баздея я видел, но не уверен. Без каких-либо опознавательных знаков, это всё приехало, сами видели, да, в пластиковых пакетах. Но это не есть минус данных воблеров. Всё равно упаковка сразу же идёт в утиль, как только воблер идёт в коробку. Как они себя покажут в сезоне, будем посмотреть. Конечно же, о результатах отпишусь и, возможно, даже сниму ролик. Вторая модель отличается от первой практически по всем параметрам. Рост 75 мм, вес 25 грамм, широкое тело, без погремушки. И я знаю, кто является её прародителем. Нашёл в интернетах Yuzuri LiveBait VIP. К сожалению, сейчас, по-моему, его сняли с производства. Возможно, китайчики получили в ОМ его форму и, собственно, их делают. Очень интересное его устройство. Здесь, получается, груз в голове приманки. В него воткнуты вот эти вот все крепления для тройников. Проволока идёт внутри этого воблера. Единственное, что вот по этим воблерам могу сказать, очень скудный выбор расцветок. То есть мне понравилось только две из, наверное, шести-семи. Но, к счастью, это LME. Мой любимый щучий цвет. Вот этот вот обещан, наверное, флюоресцентным. Не знаю, не пробовал. Вот это вот обыкновенная LME. Лимонная спина, оранжевая пузо. То же самое, тройники мои любимые серебряные, которые разгинаются шнуром, но держат рыбу. Возможно, вот эти воблеры можно модернизировать таким образом, что поставить вместо тройника на пузе два них, чтобы во время проводки вот это цевьё не собирало мусор и коряги. Попробуем в следующем сезоне, как оно будет ловить. Если какие-то выдающиеся результаты покажет, то, конечно же, запишу ролик, сниму. Или в своём блоге на Фионе, где-то там на Росфижинге, расскажу, как это всё применяется в боевых условиях. Это пока всё, что я могу рассказать про эти воблеры. Если у кого-то они были или есть в использовании, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии под этим видео. Ловят, не ловят, какие-то нюансы проводки, варианты использования и так далее. Кстати, интересно использование этих приманок ещё и по зиме. То есть многие ловят ими как на балансир со льда. Если у вас есть какие-то наработки по этому поводу, прошу не стесняйтесь, пишите. Всем будет интересно, в том числе и мне. А пока за сим буду прощаться. Не забываем голосовать за это видео, что понравилось, что нет. Всем пока, не хвастаньте шуи.